Время Второй мировой войны Время Второй мировой войны Время Второй мировой войны Немцы потопили 397 судов общим тоннажем без малого 2,5 миллиона брусторегистровых плотников. Об этой операции по многочисленным просьбам подписчиков я расскажу в следующем выпуске. А сейчас, как и обещал, интересная предыстория. Итак, действия немцев были довольно предсказуемыми, ведь дорогу к берегам Америки германские субмарины проложили еще в Первую мировую войну. Тогда в этих водах воевали такие асы подводной войны, как фон Арнодел-Арпериер или фон Ностец. Хотя, конечно же, размах операций не был таким, как во Вторую мировую. Уважаемые друзья подписчики и гости канала, рекомендую вам подписаться на мою страничку на Бусти. Здесь будут публиковаться ролики по той или иной причине, не прошедшие на YouTube, а также ролики, смонтированные по заказу подписчиков. Ссылка на страницу канала в описании под видео. Изначально Германия решила послать подводные лодки в США с коммерческими целями. Дело в том, что английская морская блокада отрезала Германию от привозного сырья, в котором Фатерлан очень нуждался. Поэтому германским морским штабам было предложено использовать коммерческие субмарины, которые могли бы прорвать блокаду и обеспечить привоз столь необходимых сырьевых ресурсов. Первой и последней коммерческой подлодкой, достигшей берегов Америки и вернувшейся обратно, стала Дойчланд. Привезенный ею груз каучука, никеля и бокситов оценивался в 2 миллиона долларов. Однако эти товары были каплей в море и, разумеется, не могли удовлетворить потребности Германии в сырье. Требовалось лишь построить больше подлодок подобного типа, либо посылать имеющиеся в наличии субмарины в боевые походы как можно чаще. Но по отзыву капитана Дойчланда Кёнинга, большую опасность во время таких рейсов представляли британские эсминцы, действующие у побережья США. Поэтому для свободного прохождения следующей коммерческой субмарины «Бремен» было решено послать к берегам Америки и боевую лодку, которая бы обеспечивала прохождение «Бремена» в порты США и обратно в Германию. Однако проблема заключалась в том, что у «Кайзер-Марине» не было подводных лодок, дальность которых позволяла бы совершить подобного рода поход. Поэтому было принято решение переделать одну из существующих лодок. Выбор пал на У-53. Эта лодка была построена на верфи «Германиян верфь» в Киле 17 марта 1915 года и после прохождения всех испытаний сдана флоту 22 апреля 1916 года. Татико-технические характеристики У-53 были следующими. Водоизмещение надводное – 715 тонн, подводное – 1060 тонн. Скорость надводная – 17,1 узла, подводная – 9,1 узла. Дальность плавания надводная – 5,5 тысяч миль на 8 узловом кодом. Подводная – 55 миль на 5 узла. Вооружение. Два носовых и два кормовых 500-мм торпедных аппарата. Одно – 88-мм орудие, 276 снарядов в запасе. Экипаж – 36 человек, 3 офицера, 33 матроса. Командиром У-53 был капитан-лейтенант Ганс Розе, который ранее командовал лодкой У-2 и был назначен на У-53 сразу же после ее вступления в строй. Предстоящий рейд должен был стать его первым боевым походом на новой лодке. Субмарину Розе основательно подготовили для дальнего похода. Четыре балластных цистерны были переделаны в топливные, что позволило увеличить запас топлива с 90 до 150 кубов. Также были увеличены запасы питьевой воды и провинции. Из-за таких переделок осадка лодки увеличилась на 40 сантиметров, что, конечно же, не лучшим образом сказалось на мореходность. Уже при силе ветра в 4 балла волны захлестывали мостик, а это означало огромные трудности внесения верхней вахты. Снизилась и максимальная надводная скорость с 17 до 15 узлов. Однако дальность плавания экономичным ходом выросла с 5500 миль до 7800 миль. Розе должен был также учитывать и политическую обстановку. Дело в том, что США в то время официально являлись нейтральным государством, хотя этот нейтралитет был дружественным Англией и недружественным Германией. Подобное объяснялось множеством причин, и не последними из них были действия германских подводных лодок в европейских водах, поскольку, по мнению американского правительства, немцы довольно часто атаковали суда нейтральных стран и подвергали опасности жизни американцев, путешествующих в Европу. Кроме основной задачи обеспечения подлодки Бремена отправкой У-53 к американскому побережью, германский морской штаб преследовал несколько целей. Во-первых, по мнению руководства Кайзер-Мариня, ее появление должно было удержать Соединенные Штаты от вступления в войну на стороне Антанк. Так как такое событие ясно показывало, что в случае объявления войны Германии немцы развернут свои подводные лодки у берегов Америки. Во-вторых, в этом районе присутствовало довольно много британских судов, идущих с грузом из Штатов или, наоборот, за товарами в порты США. Существенным плюсом было отсутствие в водах, омывающих североамериканский континент, британских сил противолодочной обороны. Это, в свою очередь, должно было позволить Розе вести рейдерские операции в рамках призового права. 17 сентября 1916 года У-53 покинула Гельголандскую бухту и начала свой переход через Атлантик. Однако с самого начала лодке не везло. В Северном море установилась плохая погода, свирепствовал шторм, волнение было настолько велико, что сигнальщики верхней вахты стояли по грудь в воде. К тому же резиновая одежда, которую пришлось носить, не снимая первые две недели, не была непромокаемой. Позже Розе писал в своем дневнике, что если бы погода не улучшилась до 24 сентября, он повернул бы обратно. 20 сентября У-53 миновала Шетландские острова и вошла в Датский пролив. Высокая и крутая зыбь делала качку еще более сильной, так как остойчивость лодки в результате переделок была нарушена. Единственное, что радовало, это постоянный попутный ветер. После прохождения Ньюфаундлендской банки субмарину снесло лабрадорским течением к западу, поэтому уже 7 октября она находилась перед проливом Лонг-Айленд. Путь от Датского пролива до побережья Америки занял 17 дней. Что было обусловлено плохой погодой, а также экономичным входом в 8 узлов, дабы не допустить перерасхода топлива. 7 октября 15.00 по среднеевропейскому времени У-53 подошла к гавани американского Ньюфорта, штат Рот-Айленд. В сопровождении американской подводной лодки Д-2 субмарины миновали маяк «Бивертейл», прошли через узкий вход на внутренний рейд и бросили якорь рядом с островом Гоут-Айленд. Ялик с командиром У-53 причалил к пирсу. Разе нанес официальные визиты сначала командующему Ньюпортским военно-морским районом контр-адмиралу Остину Найту, а потом командиру флотилии эсминцев, контр-адмиралу Альберту Гливзу. Вот что записал в этих визитах немецкий командир у себя в дневнике. Первый держал себя очень холодно и сказал, что, насколько он слышал, Бремен дней десять тому назад был замечен между Ньюфорнлендом и Нью-Йорк. То обстоятельство, что У-53 предполагало уйти в тот же вечер, явно очень понравилось адмиралу Найту. И я полагаю, что мне обязательно намекнули бы об этом, если бы я сам сразу не объявил о своем намерении. Ближе к обеду в 16.30 по среднеевропейскому времени адмирал Гливз нанес ответный визит на немецкую подлогу. Разе лично провел высокого гостя по всем отсекам, показывая и рассказывая обо всем, что его интересовало. Толпа, сопровождавшая Гливза, а там были и морские офицеры США с женами, и гражданские лица, и корреспондент местной газеты, и даже фотограф. Глазило по сторонам в совершеннейшем восхищении. Особую зависть, если верить дневнику Ганса Розе, у морских офицеров вызвали дизеля немецкого корабля. В беседе с Гливзом командир У-53 упомянул, что ему нужно доставить депешу графу фон Бернсторфу. Послу Кайзера в США Гливз выразил свое недоумение. Неужели для пересылки простой депеши нужно было гонять через океан подводную лодку? Не легче ли было просто воспользоваться телеграфом? Американский адмирал подозревал, что немецкая субмарина пришла в Ньюпорт, чтобы пополнить запасы топлива и боеприпасов, или купить провизии. Однако Розе более не затрагивал в их беседе данную тему. В 17 часов 30 минут лодка подняла якорь и через час вышла из гавани в направлении плавучего маяка Монткер за пределы американских территориальных войск. За пределами трехмильной зоны Розе хотел нанести удар по британскому судоходству в этом регионе, ведь на пути в Ньюпорт он видел большое количество британских судов, идущих в Америку и из Америки. В 05.38 октября У-53 подошла к плавучему маяку Монткер. Розе осознавал, что времени у него не так уж много, ведь с учетом возможной плохой погоды, неприкосновенного запаса топлива в 60 метрических тонн могло не хватить для возвращения в Германию. Таким образом, для рейдерских действий у него было не более 24 часов. И тем не менее, за 17 часов Розе устроил для американцев показательный урок, что может их ожидать, если Америка вступит в войну на стороне Антан. Первым судном, остановленным Розе, стал британский пароход «Стрэндид-4 321 брутторегистровая тонна», шедший из Нью-Йорка в Бордо, со сборным грузом «Генераль Карго». Немцы сняли команду с судна и высадили всех на плавучем маяке. У-53 дала в эфир сообщение, адресованное американским эсминцам, с просьбой забрать экипаж «Стрэндида». Опустевший пароход был затоплен торпедой в точке 40 градусов 19 минут 30 секунд северной широты и 69 градусов 20 минут 40 секунд западной долготы. Море неприятно штормило, дул сильный юго-восточный ветер. Над поверхностью воды стоял свинцовый туман. Несмотря на это, У-53 продолжила поиск судов. Американские эсминцы, подошедшие из Нью-Порта, поддерживали визуальный контакт с субмариной и следили за соблюдением норм призового права. Следующий пароход, остановленный «Розе», оказался норвежским. Это был принадлежащий компании «Гонард Кнутсен», сухогруз «Кнутсен», переделанный в танкер в 1912 году, изначально 3847 регистровых тонн, после переделки 4224 брутторегистровых тонн. С грузом керосина норвежец вез топливо в Лондон, и поскольку керосин являлся стратегическим товаром, У-53 потопило пароход в 7 часов 40 минут, предварительно дав команде время покинуть борт. Замеченное немцами английское судно «Вестпойнт» 3847 брутторегистровых тонн. Было также остановлено и после посадки команды в шлюпки потоплено. Американские эсминцы старательно подбирали команды потопленных судов. Тем временем немцы нашли свою очередную жертву. Голландский пароход «Бломмерсдиек» 4850 брутторегистровых тонн, груз которого состоял сплошь из условной и абсолютной контрабанды. Вот как описывает это Ганс-Розе. В это время, кроме обоих пароходов, здесь имеется еще в виду 3449 тонн британский пассажирский пароход «Стефана» из Ливерпуля, который был уже задержан, и команда его была высажена в шлюпки. И У-53 на ограниченном участке моря находилось 16 американских эсминцев, так что маневрировать приходилось с большой осторожностью. Когда шлюпка «Бломмерсдиека», доставлявшая штурмана с документами, буксировалась мною обратно к пароходу, У-53 настолько сблизилась с американским эсминцем, что обеим машинам пришлось дать задний ход, чтобы избежать столкновения. Мы разошлись в метрах в 50, давая хоть назад, я бросил буксир, но шлюпка направилась не к голландскому пароходу, а к эсминцу. Я заявил штурману, что для оставления судна экипажу дается 25 минут, то есть до 18 часов 30 минут. А чтобы никто не пострадал, он должен спустить флаг в знак того, что людей на борту не осталось. Я приказал уже приготовить сигнал, когда заметил, что пароход был уже покинут, и все люди были приняты американскими эсминцами. Я направился тогда обратно к голландцу. С помощью сирены и окликов в мегафон мы убедились в том, что на борту действительно людей не осталось. По азбуке Морзе попросил эсминец, державшийся очень близко к пароходу, отойти, чтобы иметь возможность потопить судно. Просьба была тотчас исполнила. Торпеда, установленная на глубину в 4 метра, попала в четвертый трюм. После второго попадания торпеды пароход затонул. Уже упоминавшийся выше английский пароход Стефано Розе остановил практически в одно время с голландцем. Стефано, построенный в Глазго в июне 1911 года, обслуживал маршрут Галифакс-Нью-Йорк-Ньюфаундлин. Четыре выстрела из орудия по дну судна заставили его остановиться. На борт поднялась призовая команда и потребовала список пассажиров и экипажа. 29 из 80 пассажиров были признаны Розе комбатантами, и командир У-53 объявил, что пароход будет потоплен. С всего борта было спущено шесть шлюпок, и после того, как пассажиры и экипаж покинули судно, по Стефано выпустили 27 снарядов. Но поскольку они не причинили никакого видимого ущерба, дело завершили две торпеды. Американские эсминцы Дрейтон и Эриксон подобрали команды потопленных судов. За 17 часов рейдерства с 5.30 до 22.30 Розе добился исключительного успеха. Были потоплены пять пароходов общим тоннажем 20691 брусторегистровая тонна. В половине 11 вечера субмарина легла на обратный курс в Германию. До Фатерланда она добралась без особых приключений, и 28 октября в 15 часов вошла в гавань Бильгермскаффена. Встречал У-53, лично командующий флотом Открытого моря, адмирал Рейнхард Шеер. За 45 дней похода лодка прошла 7550 миль. В английских газетах поднялась волна истерики. Как могло так случиться, что на виду у дружественных Англии американских эсминцев топились британские суда без всякого противодействия со стороны флота США? Не удержались гордые представители Туманного Альбиона и от прямых оскорблений в адрес Ганса Розе, называя его убийцей, ублюдком, беспощадным пиратом. Однако лучше всех ответил на эти выпады американский адмирал Симс. Мы испытывали огромное уважение к Гансу, потому что он был храбрым человеком. Командир У-53 брал на себя работу, которую большинство его соотечественников пыталось избежать. И прежде всего мы испытывали к нему уважение потому, что он играл в эту отчаянную игру, не забывая о человечности и гуманности. Ганс Розе, один из немногих командиров немецких лодок, продолжал Симс, которому бы любой морской офицер был бы счастлив пожать руку. Командир У-53 стал одним из самых результативных подводников Первой мировой. Он потопил 79 судов общим водоизмещением, 213 987 тонн. В декабре 1917 года немецкое правительство наградило его орденом Пур-Лемирид. Бесспорно, то, что одним из главных достоинств Розе было его рыцарское отношение к командам потопленных судов. Адмирал Джеллика уважительно называл подводного аса Старым Гансом и отмечал, что этот человек является одним из немногих офицеров Кайзер-Марине, которые вызывали у него неподдельное уважение. Поход Ганса Розе показал, что германские подводные лодки могут действовать и у американских берегов. Для этих целей были разработаны и построены специальные подводные крейсера, которые обладали необходимой дальностью плавания, сильным артиллерийским и торпедным вооружением. После вступления США в войну на стороне Антанты немецкие подводники потопили у побережья Америки немало судов. Операции у берегов другого континента стали привычными. Однако первым, кто прошел трудный путь и с триумфа вернулся обратно, был именно командир У-53 капитан-лейтенант Ганс Розе. На этом, друзья, у меня все. Ожидайте продолжения, как я и обещал. И всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok